Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Срочно заберите наличными большую доплату к пенсии. Нам пишут, что недавно ко мне приходили люди, представившиеся работниками Пенсионного фонда России, и сказали, что мне положено очень большая прибавка и доплата к пенсии, и я срочно должна ее получить. Они даже готовы отдать мне ее на месте наличными, но для этого им нужен мой СНИЛС, паспорт, банковская карта, счет в банке и много других личных данных. Я им не открыла, но теперь беспокоюсь, может это были действительно сотрудники Пенсионного фонда России, возможно ли такое, что работники Пенсионного фонда, для предоставления доплаты к пенсии, ходят по домам, вручают деньги наличными, и просят предоставить личные данные. На что сообщаем, что работники Пенсионного фонда России, ПФР, по домам не ходят, не предлагают на дому подписать какие-либо документы, не выдают пенсионерам деньги наличными, не распространяют какие-либо товары, не собирают персональные данные, паспорт, СНИЛС, банковские карты или данные банковских счетов. Вероятнее всего, это были мошенники. Чтобы не стать жертвой обмана, не доверяйте людям, занимающимся по квартирным обходам, и представляющихся работниками Пенсионного фонда России или социальных служб. Будьте бдительны, и знайте, что никакие большие прибавки или доплаты к пенсии, наличными, на дом к пенсионерам, за предоставление их личных данных, не приносят, чтобы не попасться на подобное мошенничество, и предотвратить обман других пенсионеров. Просим поставить лайк этому выпуску, написать любой комментарий, или даже несколько комментариев, и распространить это видео, чтобы об этом узнало, как можно больше людей. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.